Друзья, мы рады вас приветствовать в клубе путешественников в спортмарафон. Поздравляю всех с Днем Туризма. Сегодня у нас в гостях Айрат Багаудинов, историк инженерии, автор и руководитель проекта «Москва глазами инженера». Расскажет, как посмотреть на город с другой новой стороны. Спасибо большое. Друзья, здравствуйте. У нас участь быть человеком открывающего мероприятия навсегда сложна, и потому что первым он экзамен соваться тяжело всегда, и самые смелые идут, и потому что 12 часов утра, суббота, все еще отсыпаются после рабочей недели. Что бы я на самом деле тоже, наверное, делал, если бы не программа, которая началась с самого утра, еще в 9 утра уже было у меня сегодня первое событие. Я представлю чуть подробнее. Меня зовут Айрат, действительно. Я вообще по образованию инженер-строитель, но всегда как-то понимал с юности, что больше моя душа и жить в области истории, и занимался историей своего родного города, родного края. Я родом из Казани сам, в общем-то, с молодых ногтей. Потом приехал в Москву, стал здесь заниматься экскурсионным бизнесом, и вот рано или поздно пришел к такой тематике, как история архитектуры, история инженерного искусства, и стал делать проект «Москва глазами инженер». Вот у нас всего четверо, я так понимаю, гостей, которых я не знаю лицо. Скажите, вы были у нас на экскурсии когда-нибудь прежде? Как вообще узнали про это событие? А почему мы решили прийти на эту сегодняшнюю лекцию? Поскольку я готов послушать ваш ответ всех, потому что я смогу туда подстроить, может быть, свой рассказ, больше степени под ваши ожидания, под ваши запросы. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня Денис зовут. Так, вы узнали про мероприятия, да? Мы узнали с сайта «Свот на нафиг». Ага, почему вас заинтересовала эта тема? Потому что у вас была очень интересная всегда. Ну, различные экскурсии и мероприятия. Выходите на экскурсии обычно? Выходим, да, вам ничего не закоммунается. А, понятно. Ну, ничего закоммунается. Денис, Еван. Денис, очень приятно. Меня зовут Сергей, узнал, рассылки получали, где он хочет. А, поэтому моя привык, в первую очередь, ребенка на рисование, а мы с вами сюда. Вы хотели когда-нибудь на экскурсии по городу вообще, по Москве? По Москве? По-моему. Пару раз. Пару раз, да. Ну, надеюсь, что после моей презентации у вас появится больше, может быть, какого-то интереса. И вас зовут? Меня зовут Петр. Я тоже пару раз был на экскурсиях, что касается организации. Мы сами для себя организовываем экскурсии. Я, как и вы, интересуюсь историей родного города, родного края. И когда прочел Тайпад, рассылка, можно еще какой-то новый взгляд на свой город? Спасибо, спасибо. Вот, а значит, о чем бы мне хотелось поговорить? Дело в том, что вообще у меня два экскурсионных бизнеса. Один называется Moscow Free Tour, там мы работаем с иностранными туристами. Значит, это первый бизнес, который мы сделаем вместе с моим партнером. Но я делал этот бизнес, всегда понимал, что мне немножко тесно и даже скучновато работать только с туристами, потому что мне всегда интересно было работать с сообществом. Тогда я еще не понимал разные важные вещи, которые я помню чуть попозже, когда уже стал делать проект «Москва глазами инженера». А именно понял я следующее, что то обстоятельство, что нам обычно кажется, что на экскурсии должны ходить туристы. Обычно где мы сами ходим на экскурсии? Когда приезжаем в другой город. Идея пройти на экскурсию по собственному городу – это такая менее очевидная идея пока, как мне кажется. И вот мне кажется, что это довольно странно. Вот с какой стати туристу, например, нужно знать историю Москвы? Можно ли я ответить на вопрос? По-моему, ему особо незачем ее знать. Вот он приехал в Москву на три дня, он уедет из нее. Скорее всего, я это знаю как человек, работающий в туристической индустрии, и, к сожалению, скорее всего, больше никогда в Москву не вернется. Большинство туристов рассматривает Москву как город одного визита, в связи со сложностями с визой, дорогими перелетами и так далее. Ну, даже если вернется. Вот, а в конечном счете, кроме того, чтобы потом рассказать друзьям, что, представь себе, я там видел храм Василия Блаженного или Мазариянина, скорее всего, больше ни за чем это не нужно. То есть никак в жизни он это не использует. Ну, живцы, когда как раз вор будут решать что-нибудь такое, да, не более того. А вот мне показалось, что как раз киноэкскурсии по городу должны ходить прежде всего горожане. Потому что нам-то как раз знать свой город очень нужно. Начиная от того, чтобы в нем элементарно ориентироваться, ну, проще говоря, если нам надо понять в каком-то районе, где мы, как дойти до ближайшей станции метро, где ближайший там музей какой-то находится, другая точка интереса, да. Как построить свой маршрут, чтобы не просто пройти от точки А до точки Б, но чтобы увидеть, что это по дороге интересно, каким-то переулочкам. Вот, то есть, ну, такой более практический смысл, да. И заканчивая тем, чтобы детям рассказывать про наш город, чтобы, например, друзьям, приезжающим из другого города, рассказывать про наш город, чтобы нести некую городскую традицию, чтобы он передавался с поколения в поколение, и чтобы мы были не просто своеобразными такими, как сказать, ну, вот просто так случилось, что мы родились в Москве, да. Ну, я не родился в Москве, но только из вас родился в Москве. Ну, и как бы и случилось. А могли бы родиться в любом-либо месте. А вот чтобы быть по-настоящему москвичом, мне кажется, важно город еще и знать. Мало родиться, надо еще город знать. Вот, и поэтому в Москве глазами инженера мы пропагандируем идею того, что именно, еще раз повторюсь, да, горожане должны ходить по собственному городу на экскурсии и узнавать его лучше и лучше и общаться со своим городом. И поэтому вот эту презентацию я назвал «Турист в своем городе». Почему? Потому что вот я попытался стыковать эти две вещи, которые я сказал. Стереотип, что на экскурсии ходят туристы и такой новый немножко факт, что на экскурсии должны ходить горожане. То есть, чтобы эти два факта примирить, стереотип с фактом, надо, наверное, представить себя немножко, как будто бы ты турист. То есть, выйти из дома утром не с мыслями, что мне надо зайти там за продуктами или пойти на работу, а с мыслями, вот я как будто бы приехал в Москву, и вот я сейчас по ней гуляю. Я сейчас в спокойном, расслабленном режиме, там захожу в музеи и хожу на экскурсии, как будто бы я приехал в Париж, Лондон, там еще куда-то. Вот, и, да, и, конечно, я присоединяюсь к Даше и тоже поздравляю всех с Международным днем туризма, который был позавчера. И хотя, казалось бы, тема хождения по собственному городу на огня туризма отношения не имеет, вот оказывается, видите, можно быть туристом в собственном городе, поэтому презентация, на мой взгляд, довольно уместна. Вот, ну а что же я вам рекомендую? Я поставил презентацию от более простых шагов, которые может сделать каждый из вас прямо сегодня на обратном пути, от сюда до метро, к более сложным шагам, которые требуют несколько большей мотивации, подготовки, времени, но вот надеюсь, что смогу я вас на них тоже замотивировать. Давайте начнем с простых шагов. У меня есть такая концепция, которую я называю медленным гулянием. Сегодня очень модно говорить про то, что называется slow life, не знаю, используется ли это словосочетание в русском переводе, но я не люблю английский, если мы будем называть это медленной жизнью, медленная еда. Вот фестиваль медленной еды недавно прошел, не помню, на какой площадке. И мне кажется, что медленно должно стать и гуляние, потому что мы очень часто, тем более в Москве, да, это то, на что жалуются многие люди, приезжающие в Москву, мы очень часто спешим по делам. То есть не просто идем от метро до работы, но еще и идем от метро до работы со скоростью несколько выше средней скорости пешехода. То есть прямо вот бежим практически, куда-то нам надо, никуда по сторонам не смотрим. Мне кажется, что, ну, если вы только не опаздываете на какую-то встречу, всегда можно чуть-чуть затормотиться и получить новые качества восприятия города. Вот что можно и нужно сделать во время такого медленного гуляния, кроме, собственно, сбавления темпа. Значит, сбавить темп нужно для того, чтобы иметь возможность смотреть в те стороны, в которые мы обычно не смотрим. Например, задрать голову выше. Мы обычно сканируем нашим взглядом только нижние этажи зданий. Даже нижний один этаж зданий, как правило. В первом этаже зданий сегодня в основном находится та информация, которая нужна не столько нам, сколько бизнесу, который находится в этом первом этаже. То есть там находятся вывески, рекламные объявления и так далее. А вот такая архитектурная информация, которая может нам рассказать интересные истории про дом, про историю, она, как правило, находится выше. Нет, ну, в первом этаже тоже надо есть. Ну, скажем, идешь по Покровке, чуть не доходя, по Моросейке, чуть не доходя, значит, ну, на перекрестке с Златоустинским переулком, и вдруг видишь, что там первый этаж оформленный, к сожалению, я не вставил эту фотографию, но кто-то, может быть, вспомнит свои просто походы, потому что, ну, Моросейка, улица Хожаная, Перехожаная, значит, потрясающие такие мозаичные керамические вывески магазина Буфайе, который там располагался с конца 19 века. Сейчас там какой-то другой магазин, не помню, тоже, по-моему, торгующий косметикой и парфюмерией, но вот они, значит, отреставрировали оригинальные вывески. То есть это тоже уже фишка, да, то, что когда-то было просто рекламной информацией, но это же была просто вывеска, просто она очень красивая, и уже сто с лишним лет, поэтому сегодня это же становится с примечательностью. Но, как правило, все-таки вся интересная информация находится выше. Вот, например, вот, скажем, всем вам прекрасно известная улица Никубская. Кстати, на мой взгляд, тот факт, что улицы становятся пешеходными, он, конечно, очень противоречивый, потому что, к сожалению, пешеходность немедленно разрушают установкой всяких павильонов с вареньем или еще с чем-то, да, но когда этих павильонов нет, то пешеходные улицы – это вообще очень интересный формат. Это как бы улица специально предназначена для того, чтобы можно было спокойно смотреть по сторонам, или вверх в том числе, да, потому что нам это сложно сделать на улице с машинами, надо следить за тем, чтобы, ну, во-первых, невозможно идти посередине, а когда идешь по тротуару, то у тебя, априори, очень ограниченный обзор с твоей стороны. Кроме того, тянусь следить за машинами и так далее. Когда Никольская первая пешеходная – одна из самых первых, да, не считая Арбата, то, конечно, я сам даже, хотя я уже к тому времени был экскурсоводом и много занимался историей Москвы, я сам так совершенно по-другому взглянул на все эти здания. И вот здание РГГУ, бывшая синодальная типография. В первом этаже можно увидеть, конечно, какие-то резные колоночки, в общем-то, она симпатичная, но когда задираешь голову вверх, то видишь много потрясающей, очень интересной информации, которая, опять-таки, не просто красивая, но, можно сказать, интересной историей про дом. Ну, вот, скажем, лев и единорог, вы видите, да, над центральной частью здания. Почему лев и единорог? А оказывается, что лев и единорог – это один из государственных символов России. Еще с 16 века они были на государевой печати Ивана Грозного и вполне себе впоследствии использовались как государственные символы наряду с двухглавым орлом. Но, скажем, даже на историческом музее по соседству тоже есть некоторые флюгеры в виде двуглавого орла, а некоторые в виде льва и единорога. Ну, вероятно, всего Иван Грозный посмотрел их, конечно, у английской королевы Елизаветы, с которой он был в переписке. Если вы помните, английский герб как раз-то геродический щит, который держит лев и единорог. Ну, вот, и вдруг еще выше этой льва и единорога, поднимая мой взгляд, и видим там советский герб в самом фронтоне. И таким образом мы видим, что здесь смешиваются царские символы, дореволюционные, государственные, с советскими символами. Как-то они так соседствуют, никого не смущают. Если двухглавых орлов повсеместно сносили в советские годы, скажем, с кремлевским башеном их убрали, то тут вот на льва и единорога никто не подумал, как раз потому, что они менее очевидны, как государственные символы. Поэтому здесь такой интересный парадокс. Еще смешнее было бы, конечно, если бы они держали в лапах своих этот советский герб, как на английском гербе, но, к сожалению, так и не получилось. Но, пожалуй, самая потрясающая деталь этого здания, она прямо буквально в уровне второго этажа, прямо над двумя входами, справа и слева два единорога. Это, как думаете, что это такое? Это солнечные часы. В Москве сохранилось буквально по пальцам одной руки архитектурных солнечных часов. Ну, вот, кроме, как здесь, есть еще на Малой Дубянке, точнее, в Милютинском переулке, есть на площади «Разгуляй». Ну, вот, все, я больше особо не вспомню. Может быть, еще парочка. Это вообще уникальная архитектурная деталь. Солнечные часы вообще, вот, вы вообще видите, как-нибудь на улице города, кроме как здесь. Не очень, то есть это такая редкая очень деталь. Так еще эти фиди очень старые, им уже, получается, где-то почти 200 лет этим солнечным часам. Наверное, старейшие солнечные часы в Москве. И мало кому они бросаются в глаза. Вот, то есть, чуть-чуть замедлить темп, к чему как раз располагает Берникольская. Но этот эксперимент можно проделывать и на многих других улицах. И открывается много интересных деталей, причем для которых не нужно изучать историю города. Ну что, невозможно рассказать? Или вообще какую-то историю разве? Невозможно раскусить. То есть прекрасно, очень легко можно раскусить солнечные часы. Если с оливовым единорогом посложнее, иногда разгадывать эту загадку, то здесь все очень просто. Или, вот, скажем, та же самая Покровка. То есть у меня фотография еще старая, до реконструкции улицы. И сейчас на ней появился широкий тротуар, который позволяет чуть-чуть отойти и более внимательно рассмотреть эти ворота. Это ворота усадьбы Грачева, где сейчас находится белорусское посольство. Сама усадьба справа. И если мы посмотрим вот в уровне нашей головы, примерно вот здесь вот мы еще ничего не видим, если мы отойдем чуть подальше, посмотрим вот сюда, то видим интересную табличку. Вообще тексты, которые сохранились в городской архитектурной ткани, это очень интересно, потому что, ну, их легче всего расшифровать. Это не какой-то там лев-единорог, которых надо еще знать, почему они там вообще такие появились. А это прям текст, который тебе что-то говорит напрямую. Это здесь, видите, написано, да? Свободен от постоя, мясницкая часть третьего квартала. Дело в том, что в 19 веке, если в городе квартировался полк, то его куда заселяли? Казар специальных не было. Было очень мало. Поэтому полк расселяли прямо по домам. Если вы не хотели, чтобы... Это была беззаводка. Но если вы не хотели, чтобы вам в дом заселялся полк, вы могли платить специальный налог на строительство казара. И тогда вот вам вышла такая табличка, которая говорила, что в ваш дом солдат расселять нельзя. Значит, это просто... То есть это такой отличительный знак. Это такой практически дорожный знак, который показывает, что вот в этот дом солдат заселять надо. Потому что, как иначе узнать нам документы, сверять это было очень сложно в 19 веке. Проще было повесить табличку утвержденного образца. Вот и тут же еще говорится, что этот дом относится к мясницкой части. Тогда не было административных округов, районов, как сейчас. То есть тогда город делился на части. Кремлевская, вначале китай-городская, Тверская, Мясницкая и так далее, Османная. Ну, вот и этот дом принадлежал, находился в мясницкой части нашего города. Или вот такая тоже интересная табличка. Опять-таки, эта улица теперь превратилась в пешеходную. И теперь можно отойти на какое-то расстояние от дома, чтобы эту табличку внимательно рассмотреть. Это Кадашевская набережная. Вы помните, да, вслед за Крымской набережной, Кадашевскую тоже, по-моему, в прошлом году сделали пешеходную. Это то, что продолжает Крымскую до Большого Каменного моста. Продолжает парк Музеон. И вот там, на одном из домов, чуть выше, мне кажется, человеческого роста, висит такая вот табличка. Вы привыкли к такие табличке видеть в Петербурге, где наводнений было много. Там часто показано знаменитое наводнение Пушкинское, из Медного всадника, например, еще какое-нибудь. Оказывается, в Москве тоже были очень серьезные наводнения. В 1908 году случилось наводнение, вот я говорю, выше человеческого роста, висит табличка, то есть вода поднималась до такой вот высоты. Опять-таки, да, знак, который текстовый, и рассказывает там очень понятную историю, даже не надо открывать никаких Википедий, интернетов, смотрят, сразу понимаешь, ах, а в 1908 году было наводнение. Такой, просто можно сказать, живой учебник по истории, учебник по истории под открытым небом. Но кроме того, что надо смотреть вверх, надо еще смотреть вниз. Кстати, вниз как раз мы вроде бы обычно и смотрим, ну, как под ноги, да, чтобы там никого не задеть, не споткнуться, но смотрим мы вниз, мне кажется, как-то обычно так расфокусировано, сквозь землю скорее, чем на нее. Надо бы смотреть на нее тоже, потому что под ногами внимательно и медленно, потому что под ногами может быть тоже много интересных вещей. Ну, например, люки. В Москве до сих пор сохраняется довольно большое количество исторических люков. Несколько, ну, по пальцам одной, может быть, максимум двух рук всего, к сожалению, осталось люков даже еще дореволюционных. Например, вот таких. Здесь написано Мюр и Мерлис. Это производители этого люка. Вообще, Мюр и Мерлис были прежде всего известны как владельцы первого в Москве универмана, который так и назывался Мюр и Мерлис, а сегодня называется, кто знает, ЦУМ. Но у них было много разного другого производства. Они мебель делали, например, в фабрике сейчас называется Рассвет. Кстати, сейчас тоже производство с нее выведено. Она превращается в какой-то культурно-бизнесовый кластер. Это прямо около метро 1905 года. У них было производство чугуна, в том числе, чугунных изделий, в том числе, они делали такие вот канализационные люки. Здесь, конечно, какое-то количество, гораздо большее количество люков в 20-30-х годах, которые можно опознать по историческим логотипам, например, историческому логотипу Наркомпочтеля, Народного комиссариата Почли и Телеграф, извините, который представлял собой такую молнию. Вы, может быть, встречали такие люки, у которых молния нарисована. Там сходящиеся молнии, к сожалению, фотографию не привел, но есть таких даже довольно много. Ну вот, и по таким вот знакам можно тоже, не то, что будет историю, как-то узнавать. Надо, конечно, зацепившись за него что-то в интернете почитать, но, по крайней мере, такие зацепки, они, мне кажется, очень важны. Они могут вас интриговать, заставить открыть интернет, хотя бы, в интернете разобраться с какой-то историей. Или вот такая вот штука, такие вещи сейчас есть на Мяснинской улице, на Сухаревской площади. То есть, идешь-идешь, и вдруг в плитке свежеуложенной, такие вот старинные, чувствуется, что прям старые, стеклянные, стеклоблоки уложены. Как вы думаете, для чего, кстати, такое делалось? Да, искусственное освещение подвала, потому что тогда наоборот, естественное освещение подвала, потому что с искусственным освещением тогда было туго, электричество только-только проникало в город, и поэтому подвалы даже старались осветить вот таким вот естественным способом. Такие блоки назывались люкс-фер. Как бы люкс-свет, фер, он как железо, то есть, такие прочные, как железо, но пропускающие свет, ну, то, что, в принципе, нам знакомо по советским стеклоблокам, которыми часто там в подъезде окна делались, или в банях, что-нибудь такое, да. Но они, правда, тогда выглядели более эстетично, мне кажется, такие вот интересные металлические решетки они встраивались. Они потом были похоронены под слоями асфальта, и вот буквально в последние годы их стали раскрывать в рамках программы «Моя улица» и как-то реставлировать более-менее. Они снова стали оформлять пространство улицы, и вот интересно, что если сто лет назад они несли исключительно утилитарную функцию, надо было подвал осветить, сегодня они, мне кажется, несут и функцию эстетическую, они, правда, выглядят так красиво, интересно, и рассказывают какие-то исторические факты, опять-таки. Вот. То, что я сказал до этого, смотреть вверх, смотреть вниз, это можно и просто идя даже по привычному маршруту никуда не сворачивая. Вот вы идете, вы просто от работы до метро или от метро до ресторана, и просто медленно идете и смотрите в разные стороны. А если у вас есть чуть побольше времени, можно еще заруливать куда-нибудь в сторону, например, во дворы. Для Москвы заруливание во дворы это принципиально важно. Для понимания города и для того, чтобы увидеть какие-то исторические вещи в нем. Потому что, как развивалась Москва? Вы, наверное, знаете, это такое общее место, что Москва город усадебного типа. Недавнее название «Большая деревня» до недавнего времени. То есть, в Москве, если там в Нью-Йорке, например, или там в Париже, очень тесная нарезка участков, и дома, поэтому стараясь занять максимум этого участка, выстраиваются все в единой фасадной линии. Идешь по какой-нибудь Парижской улице, там вообще нет разрывов. Все дома встык-встык, стенку-встенку, друг к другу, прямо вдоль всей улицы. Помните, да? Такое очень многое в городах мира. Там и Вена, и Будапешт, и Петербург, кстати, чтобы далеко не ходить. А Москва сада строилась по-другому, давались, нарезка была очень широкая, свободная, межевальная земель, поэтому человек, как правило, строил в глубине участка своего дома, перед его домом был полисад, позади его дома был задний двор, сад, огород, конюшня, баня, хозяйственные постройки и так далее. Ну, тем более, так было в древности, в 16-17 веке, например. Что случилось потом, вплоть до 19-го, до начала? Что случилось потом, когда дворянство стало беднеть после реформы крестьянской, то участки стали скупать купцы, которые разумным образом считали, что полисадники это бесполезная история, гораздо выгоднее, как и в Петербурге, построить в первой линии этого обширного участка доходный дом. Доходный дом это дом, который строился человеком, а потом сдавались, квартиры сдавались в аренду. Почти как сейчас, только сейчас довелые предпочитают продать квартиры, а тогда квартиры не продавали никогда, всегда только сдавали в аренду. И получается, что сегодня ведете по улице Москвы и видите всегда девятнадцатый начал двадцатого века, эти все доходники, а заходите во двор и там обнаруживаете ту самую усадьбу, которая когда-то принадлежала дворянину, или там какому-то другому владельцу, может быть, тоже купцу, который когда-то жил там свободной усадьбой и имел полисадник. Вот, например, торцом стоит доходный дом начала двадцатого века вдоль Потаповского переулка, но когда вы заходите во двор, вы обнаруживаете историческое здание, которое стояло на всем этом участке, когда доходного дома не было, и было главным домом всего этого участка, это палата купца Сверчкова, которому этот участок когда-то и принадлежал, и они построены еще во второй половине семнадцатого века. И это, таких примеров миллион, особенно, как раз, кстати, в районе Мясницкой, Моросейки-Покровки, Солянки, там сходилось большое количество палат, ну и Замскворечь тоже, и вот они все спрятаны во дворе, практически ни одна не выходит на улицу. У меня есть такая экскурсия, называется «Куплю палаты с видом на Кремль». Вот, и мы там гуляем по этому кварталу, и прямо гуляем только по дворам. Очень интересно, Москва когда-то славилась тем, что имела развитую систему проходных дворов, вот еще 70-е, 70-е годы. А сегодня большое количество этих дворов, к сожалению, как вы знаете, перекрываются шлангбаумами, воротами, автоматическими заборами и так далее. А вот этот участок, а если взять, мыть квартал Арбата, да, там, конечно, такие люди как бы живут и работают, что все перекрывают. А этот участок, он такой более, как сказать, маргинальный, что ли, да, Покровка, Моросейка, Мясницкая, поэтому там все эти бары, вся история сейчас. Вот, и поэтому там дворы до сих пор все открыты. Там вот, кстати, еще тоже интересная тема, которая открывается, если ты будешь заглядывать во двор, это эти проходные дворы. Я обожаю ими ходить. Всегда круто, когда ты можешь там, вместо того, чтобы идти от Китая города через Ильинку куда-то, ты можешь свернуть там во двор, пройти в итоге на Никольскую как-то дворами и так далее. Вот, а значит, что еще можно увидеть во дворах? Не только старину, не только проходные дворы, какие-то интересные ракурсы на те дома, которые вы привыкли, ну, так сказать, вы привыкли видеть уличные фасады, а иногда дворовый фасад может быть более интересный. Вот не привел фотографии уличного фасада, но этот дом находится на Покровке. Он очень унылый с улицы, с Покровки, вообще, выпускаюсь, не заметить никогда, но и там все примерно одинаковые, он более-менее. А когда вы заходите в него вот в эту самую арочку проездную и смотрите на него со двора, тут просто Одесса какая-то, да, значит, какие-то галереи, балконы, ну, что-то такое непонятное. Действительно, это так называемый дом с галереями, это дешевые доходные дома для небогатых людей, чтобы не строить в них коридоры, коридоры же всегда отнимают пространство дома, пространство, которое можно отдать под квартиры. Делались такие, как бы, наружные коридоры, вот вы поднимаетесь на эту галерею, и с нее заходите в квартиру. Вот это все вот, как бы, входы в квартиры, да. Понятно, что в нашем климате это так себе работает, потому что половину года это просто снегом занесено, приходится это чистить постоянно. Ну, вот, тогда, тем не менее, так делали, чтобы сэкономить. И сегодня это происходит очень необычное впечатление, если какого-то южного города, такого много в Атесе, такого много в Тбилиси, если говорить о России. И вот, да, тоже один интересный факт, с помощью которого, из-за которого классные дома могли оказаться во дворе. Вы наверняка слышали, что в Москве в 20-е, не в 20-е, не в 20-е, не в 30-е, не в 40-е годы передвигали дома. Слышали про передвижки домов в Москве, да? Особенно на Тверской. На Тверской 26 домов передвинули, всего около чуть более 40 в Москве, потому что Тверскую расширяли. Она единственная, ее единственное успели расширить по сталинскому генеральному плану 1935 года, до войны, потом вступила война, выложена до того, после войны уже не стали другие улицы расширять. Вот. И многие дома задвинули, ну, не многие, некоторые дома, чтобы, так сказать, они не портили своим буржуазным стилем модерн нового облика улицы Тверская, их задвинули во двор. И таким образом во дворе оказалось вот такое потрясающее здание, особенно Сторожевское подворье в стиле русского модерна, постройки начала 20-го века, здание, которое своей красотой, конечно, должно, по своей красоте, по идее, должно оформлять фасад улицы. Но когда ты оформляла фасад, фасадом своим оформляла Тверскую улицу, ну, вот, к сожалению, сталинское правительство распорядило задвинуть его во двор. И сегодня, кстати, кстати, поднимите руку, кто никогда не видел этого здания. Вот, остальные видели, да, молодцы. Потому что, вот, я вожу экскурсии, тоже по передвижке домов, у нас есть экскурсии, на экскурсиях. И, как правило, больше половины группы поднимают. Хотя, в принципе, этот дом виден в арку. Он стоит во дворе, дом от Тверская 6, и он виден в арку, такую здоровую, двухэтажную проездную арку во двор. Но, как правило, мы по Тверской, опять-таки, так быстро шастая, мы смотрим куда-то вперед, или там нас отвлекают проезжающие машины, еще что-то, что мы в эту арку сколько не заглядываем и даже не видим там этой красоты. Если бы заглянули, зашли, вот, там, без интриговала красота, мы взошли и рассмотрели этот дом повнимательнее. Ну, таких историй несколько. Несколько передвинутых домов в советские годы оказались во дворах. Просто не все такие красивые, как этот. Или вот даже не обязательно старину рассматривать во дворе. Некоторые дворы становятся классными уже в наше время. Это один из моих любимых московских дворов. Такой фрагмент только его. Значит, такой двор с птицами. Он находится на улице Машкова, недалеко от Чистопрудного бульвара. Там местный житель, забыл, как его зовут, лет 10-15 назад, мне кажется, решил устроить птичник. Вообще, как-то благороден двор. Там есть вот такой вот пруд, в котором плавают лебеди. Рядом с ним, вот справа, находится клетка, немножко видно, в которой там фазаны сидят, еще кто-то. Я птицей не очень взбираюсь, но, короче, не просто голуби, это интересные птицы. А еще правее, там вообще находится одна дорожка бассейна. Вот, но который, правда, пустует, никто в нем не плавает. Ну, вот даже там они, значит, сделали из бетона в лицевой плиточке одну дорожку бассейна. Я, например, в двор очень любил раньше водить девушек на первом свидании. Такая романтичная, интересная, просто прогуляться, так сказать, перед тем, как зайти в какую-нибудь кафешку. Ну, и вообще, как бы, классные друзья, там, когда друзья ко мне приезжали, я экскурсии им ложу в Москве, всегда этот двор тоже с удовольствием показываю. Еще одна вещь, требующая некоторого времени, хотя тоже не очень сложно. Я рекомендую всегда заглядывать в помещения подвальные. Кафешки очень часто ходят с подвала, да, то же самое Покровки, Мясницкой, Замоскворечья, магазины иногда, потому что в Москве существовала такая замечательная традиция, ну, не то, чтобы традиция, это просто объективная реальность, вызванная экономическими факторами, никогда, вплоть до середины 19 века, не сносили исторических зданий. Как вы думаете, почему? Ну, именно исторических каменных зданий, это важная оговорка, деревянное, конечно, сносение. Потому что каменное здание, в отличие от деревянного, дорогое, да, его сложно построить, кирпич, камень строили очень дорого, ну, не все могли себе вообще это позволить, поэтому каменные здания очень ценили, и если уж их строили, то их больше не сносили, их над, если надо было что-то поменять, то их надстраивали дополнительными этажами, к ним пристраивали что-то по бокам. Каменные здания исторические всегда сохраняются внутри более новых. И поэтому, если вы заходите, ну, и тем более, конечно, как правило, они сохранятся внизу, то есть, потому что культурный снот, был, допустим, двухэтажный дом, с 17 века культурный слой нарос, первый его этаж полностью оказался теперь под землей, потом он был настроен еще двумя этажами, сегодня он выглядит как трехэтажный дом 19 века, а на самом деле первый его этаж, ну, и второй тоже относится еще к веку 17, да. И вот когда вы заходите в подвал, вы как раз эти самые подклеты, эти самые исторические части зданий там начинаете видеть. Вот, например, одна из кафешек на полянке, не помнишь, как это называется, что-то из сети фак, которая раньше была распространена в Москве, пока, потом так и называется. Вот, и вот мы видим, что там даже белокаменные основания, а белокамень в Москве давно вообще перестали использовать, так что, ну, факт жизни белокаменный, основания, говорит о том, что это, наверное, фунтит на 16-17 века, потом продолжаются уже кирпичные такие сводчатые потолки, вот, и такого очень много. Ну, я всегда с удовольствием хожу в такие рестораны, потому что, ну, мне просто вот нравится сидеть посреди такой старины. И причем, говорю, иногда это могут быть здания, в которые вообще не догадаешься, что там такая старина. Ну, здесь такой ресторан, я надеюсь, что ничего, что я говорю, какие-то бренды здесь в эфире, ну, просто, чтобы вы ориентировались, да, без всякой рекламы, просто, чтобы вы понимали, где это, тоже сами заходили. Есть такой ресторан, Баба Марта на Коглевском бурбаре, он находится в доме, конструктивистском доме 31-го года постройки, так называемый дом архитекторов, который архитекторы, конструктивисты построили сами для себя. Известный дом, где квартиры, так называемые ячейки типа F, двухуровневые, очень интересные. Вот, и заходя в ресторан, находящийся в подвале этого дома, ты ожидаешь видеть что-то конструктивистское, очевидно, дом-то конструктивистский, но нет, даже конструктивистский дом стоит на подклетах 17-го века. И в этом ресторане ты видишь прекрасно сводчатые потолки такого же примерно типа. Так что Москва в этом смысле очень эклектична, очень разная, неожиданная. Или, например, это не подвал, но это еще более интересная история, которая, как бы тут можно было догадаться? Тут можно было догадаться, потому что вообще заходить в кафешки, находящиеся в исторических зданиях, это всегда довольно ценно. Потому что, даже если это не подклетые, это возможность какие-то интерьеры увидеть 19-го века порой. Или еще что-то. Вот это тоже история с Покровки. Там, когда-то стояла прекрасная церковь Успения на Покровке, которую снесли в конце 20-х годов. Но интересно, что к этой церкви, а сама церковь конца 17-го века, вот, не ставил фото, но вы можете загуглить, церковь Успения на Покровке и очень красивая. Многие считали ее самой красивой церковью в Москве. Про нее даже сложили легенду, что когда Наполеон приехал в Москву, захватил его, он так влюбился в ту церковь, что обидел своим инженерам ее разобрать и перенести в Париж. Но не удалось, мол, это, конечно, легенда, но если народ сочиняет такие легенды, значит, что-то народу сильно, очень сильно нравится. И вот к этой церкви был пристроен так называемый дом Причта, то есть, где располагалась воскресная школа, всякие другие необходимые вещи. И когда церковь снесли в 20-е годы, то дом Причта сносить не стали, он же никому не мешал, как бы дом и дом никакого идеологической нагрузки у него нет. Но одна стена у них была общая. И в итоге сегодня в интерьерах дома Причта, в котором находится ресторан, с операми он называется, можно увидеть экстерьеры этой церкви. А вот вы заходите в кафе, а тут фасад колокольни, который теперь смотрит в интерьер этого кафе. С белокаменной резьпой, потрясающего качества. Все очень интересная вещь. Я всегда тоже, мы, кстати, на экскурсии заходим, мы всегда очень хорошо относятся к людям, которые просто заходят даже без заказа. Потому что они, видимо, понимают, что это не такой маркетинг. Ну вот, и я, в принципе, как бы, чтобы как-то отблагодарить за то, что они меня сегодня пускают, потому что с удовольствием как-то сижу и всей этой красотой любуюсь. Переходим на такой уже более продвинутый уровень, который требует некоторой смелости, хамства, наглости, хорошим себе слова, и мотивации, наверное, чтобы эту наглость как-то в себе найти. Я, например, настолько люблю архитектуру, что историю, что мне вот очень важно зайти в дом порой, если там интересный подъезд, еще что-то, интересная квартира. И я прямо в дома обычно стучу и звоню домофоной. Ну, опять-таки, если вы любите архитектуру, то вот как-то набирается этой наглости и нажимаете на домофоне какой-нибудь номер квартиры и говорите. Я говорю что-нибудь типа «Здравствуйте, меня зовут Айрат, я историк архитектуры, не могли бы вы меня, мне очень важно посмотреть ваш подъезд для моих исследований, не могли бы меня, пожалуйста, пустить». Вы знаете, многие этого боятся, я со многими об этом разговариваю, многие почему не боятся это делать, но на самом деле странно, ведь когда вас о чем-то просят, вы же обычно соглашаетесь, мне кажется, человеку сложно сказать «нет». Обычно мы соглашаемся, нас о чем-то просят и люди на том конце домофона тоже обычно соглашаются. Некоторые, конечно, вешают трубку, но это со мной случается реже, чем молчаливые, то есть люди, наверное, смущены, они мне ничего не отвечают, они говорят «О, классно, нет». Но они просто нажимают вздохом на кнопку «Открыть» и открывают мне дверь, и все, я захожу и смотрю. Вот, и так можно посмотреть. Москва, конечно, не Питер, у нас такого большого количества красивых парадных с витражами, мозаиками, клесками и еще чем-то нет, но есть у нас какие-то интересные парадные, вот, например, на Большой Татарской улице такая парадная, довольно обшарпанная, но с интересной лестничной клеткой, такой, как бы, трехмаршевый, что ли, если можно так назвать, и перилами. Есть, конечно, у нас роскошные доходные дома, это был, видимо, более бедный доходный дом, есть роскошные доходные дома тоже, по меньшему Питере, но есть. Это, например, доходный дом Московского политехнического общества, вот, я не показал, нет, нет, то есть не вставил фотографию его фасада, но если бы вставил, скорее всего, вы бы, Большой Татарской улице сказал, что его никогда не видели. Он находится очень центрально, в Малом Харитоневском переулке, это прямо около Мясницкой, это вот, если от метро Красные Ворота идти по Мясницкой в сторону центра, в сторону Чистых Прудов, то это первый же переулок налево, сворачивающий от Мясницкой, и там какой-то дом в готическом стиле стоит, и вот такой у него потрясающий подъезд, просто даже в Петербурге, наверное такого подъезда не найти, как этот, в готическом стиле, такие деревянные панели, витраж, витраж, правда, более поздний уже, что видно по его сюжетам, там всякий луноход, по-моему, изображен, вот, а значит, в этот дом можно зайти вообще даже без всякого домофона, но, правда, он сейчас является бизнес-центром, поэтому в него можно найти всякого домофона до турникетов, естественно, да, дальше надо кладывать пропуск, ну, или что-то, но вот, вот такую фотографию можно сделать уже и отойдя просто до турникетов, никакой охранник не может вам запретить в общественном здании дойти до турникета, да, дальше, конечно, вас не пустят, но вот так вот дойти можно всегда, вот, так что иногда даже, оказывается, стучать и звонить, не надо, достаточно набрать смелости просто дверь открыть, оказывается, порой, даже двери открыты до какой-то поры, если это общественное образце, если это административное здание, вот, что еще поможет, допустим, вы сделаете все эти шаги, вы смотрите наверх, на все эти знаки, на текстовые, исторические, которые город может рассказать под ноги, заглядывайте в подворотни. Конечно, хочется теперь узнать, что же это вы увидели такое, чтобы, так сказать, докрутить эту историю. Не просто увидеть, но и чтобы эта деталь, это здание, какую-то историю рассказало. Тут я очень рекомендую вам приложение, которое называется Wikimapia. Это вообще такой свободный сервис, кто-то, наверное, знает, пользуется на всякий случай, да, нас многие смотрят, не все знают. Это свободный сервис, краудсорсинговый, то есть люди во всем мире просто на карте отмечают здания и что-нибудь про них пишут. Как и Википедия, Wikimapia — это не авторитетный источник, то есть там может быть написана ерунда, неправда. Но, как правило, все-таки там пишут, так сказать, просто копипастик из каких-то книжек исторических, да, то есть там все-таки информация откуда-то взята, из хорошего, надежного источника. Плюс Wikimapia поможет вам просто, ну, хотя бы какую-то базовую информацию получить, где в каком году построен дом, кто архитектор, кто владелец, и дальше докрутить это уже, открыть книжку какую-то, или загуглить, как-то еще про это дело узнать. То есть это такой универсальный путеводитель, который всегда с тобой. Не надо приезжать в другой город, покупать отдельный путеводитель или устанавливать отдельный путеводитель. Wikimapia просто есть в любом городе мира, значит, можно что-то читать, можно быстро сориентироваться. В общем, очень приятно, что самое, вот я постоянно использую Wikimapia во всех своих путешествиях, но нигде я пока не увидел настолько же развитого сообщества, как в России, ну и особенно, конечно, в Москве и Петербурге. То есть, ну, в Москве и Петербурге отмечен прямо каждый дом, про каждый дом рассказана хотя бы базовая информация и даже более-менее подробные какие-то вещи рассказаны. Вот, например, в Париже, там, Риме, Лондоне, Нью-Йорке я такого не встречал. Там, дай бог, просто указан год постройки архитектор и тротом только для каждого десятого дома. А уж чтобы какая-то подробная информация была, вообще крайне редко, у нас вот реально люди сидят, каждый захудал и гараж, каждый захудал и вентиляционный киоск, метрополитена, отмечают на Wikimapia и что-нибудь про это пишут. Это, конечно, я не знаю, что это за люди, откуда у них столько времени, но я им очень благодарен. Если они нас смотрят, я им очень благодарен, что они это делают. Это реально, вот мне даже как экскурсоводу, когда я там пытаюсь в новом районе сориентироваться, в какие есть точки притяжения, как мне составить свою экскурсию, да, я прежде всего на Wikimapia ориентируюсь и вам тоже очень рекомендую. И у них есть приложение на смартфон, что интересно. Не обязательно открывать на брамзере, можно поставить на смартфон, очень удобно пользоваться. Вот, еще один совет, который тоже требует чуть большего количества времени и даже, наверное, посложнее, потому что зайти там в подвал, это быстро. А тут вот такой чуть более длительный я вам предлагаю вариант, но очень интересный. Я предлагаю выбирать маршруты по переулкам вместо крупных магистралей, потому что магистрали крупной улицы, да, там Новый Арбальд, Ленинский проспект, ну, хоть Возреженка, Никитская, Тверская, они уже исхожены нам много раз, и мы там более-менее что-то на них увидели, важное для нас. А если вы будете стараться каждый раз свой маршрут строить по-другому, ну, там, грубо говоря, вам надо дойти от Манежной площади до Пушкинской площади, например, да. Значит, не обязательно идти по Тверской, в следующий раз можно с Тверской свернуть в Камергерский, оттуда в Столешников, там еще как-нибудь, да, но это тоже довольно очевидные маршруты. Или там я люблю ходить в другую сторону Тверской, где есть замечательные Вознесенский, Брюсов, Елисеевский, переулки, там вообще как бы впадать в другой мир. Никакой этой прямоты Тверской, это какая-то путанная система. Очень интересно. Вот, то есть, даже самим, мне кажется, он будет гораздо интереснее, но что все время по одной и той же будет сходить? Скучно же, да? Один раз так, другой раз так. И вот так, 3, 4, 5, 6 вариантов всегда можно найти, и каждый раз что-то новое будете находить. А если вкупе с этим советом использовать все предыдущие, то есть каждый раз, идя по новому маршруту еще и вверх, смотреть еще и вниз, смотреть еще и в подвалы, заходить и во дворы, то открывается много-много всего интересного. Вот, еще, конечно, такой простой совет. Надо стараться двигаться в Москве по земле, потому что передвижение в метро, оно создает парадоксальную ситуацию. Я думаю, многие сейчас узнают себя. Для меня это то же самое было, когда первый год моей жизни в Москве. Мы открываем Москву, мне кажется, в сознательном возрасте для себя примерно как первооткрыватели 15-16 веков открывали карту мира. Ну, то есть вот мы представляем, как выглядит Европа, немножечко, как выглядит Россия, а дальше такие белые пятна, да? И там открывается еще один... То есть, ну, если превратить на Москву, то мы там представляем себе, как выглядит территория вокруг метро Китай-город. Как выглядит территория вокруг метро Маяковская. Ну, например, что находится между Китай-городом и Маяковской, это зачастую такое белое пятно, например, да? И вот его надо как бы прокладывать, как первооткрыватель древних времен. Вот, а когда вы идите по земле, то как раз у вас все это складывается в единую систему, и ментальная карта, есть такое понятие, да? Это ментальная карта города, как мы себе представляем. Город мы живем в шестередине, не так, как он в реальности выглядит. Потому что у нас немножко другие масштабы, нам может что-то казаться короче, чем на самом деле, что-то длиннее, чем на самом деле в нашей голове. Вот эта ментальная карта у нас складывается. Я, например, вообще фанат велосипедного движения, и половину года... Я езжу, ну, зимой, к сожалению, нет, не могу себе заставить. Но половину года езжу на велосипеде. Можно, если не ездить на велосипеде, можно хотя бы передвигаться на наземном транспорте. Тем более сейчас все-таки по возможности, вы знаете, да? Сделали там выделенки, то есть быстрее теперь сделали программу магистрали. Это быстрее теперь, чем было раньше, двигаться автобусом, троллейбусом, траммаем. Вот, конечно, надо сказать, пешком побольше. Особенно важно, вот, наземный транспорт, конечно, ничего себе, но если вы ездите на наземном транспорте, тогда важно делать другую вещь. Важно не смотреть смартфон. Я понимаю, это очень сложно, но вот надо себя заставлять смотреть в окна все-таки, потому что, ну, собственно, если вы не смотрите смартфон, то же самое, что вы едете в метро, да? Надо смотреть в окна и наблюдать за тем, как вот выглядит город, как он меняется. Как он меняется, это очень важно, тоже очень интересно, потому что, ну, Москва, как мегаполис, в ней же печатают, что новое происходит, да? Новые какие-то парки открываются, скверы, новые памятники устанавливаются, новые произведения современной архитектуры строятся, новые произведения старой архитектуры сносятся, к сожалению. И вот это, мне кажется, интересно подмечать. Вот буквально свой пример рассказываю. Еду, значит, по Садовому кольцу, я терпеть не могу, конечно, этого делать, но тут надо было до Курского вокзала, от дома. Еду по Садовому кольцу на велосипеде, и вдруг замечаю, что в районе Таганки, в сквере каком-то, стоят памятники мастеру и Маргарите. Причем эти памятники раньше стояли, значит, обнимающийся мастер Маргарита и грач или ворон, ведущий лимузин. Не помню, кто там вел лимузин, на котором Маргарита ехала на бал к Волонду. Эти памятники я очень любил всегда, я сделал рукавишников, которым у меня противоречивое отношение, какой-то очень крупный современный скульптор, который Достоевский, он, например, сделал около библиотеки Ленина. Значит, они у него были около мастерской, на Молчановке, это вот между Новым Арбатом и Поварской улицей. Тоже там замечательный такой переводчик, который мало кто знает. Я любил тоже всегда показывать своим друзьям и там на свиданиях, потому что там идешь-идешь, и вдруг во дворе просто дома стоят гигантский лимузин с грачом, значит, мастер Маргарита. Было очень интересно, неожиданно. А теперь, значит, наконец, они нашли место в более, так сказать, презентабельной среде уже в сквере. Ну, тоже сквер, что я знаю, вроде на Садовом кольце, но как бы кто же по нему ходит, да? То есть Садовое кольцо, мне кажется, явно не место для сквера. Вот, но тем не менее, вот проезжая на Садовом кольце, я его увидел, и как-то даже Садовое кольцо стало немножечко человечнее для меня. Вот. Да, это я более-менее рассказал вам, почему это необходимо делать. Какие интересные открытия можно для себя совершать. И, конечно, чтобы эту ментальную карту лучше для себя выстраивать, рекомендую всегда работать с картой. Можно с каким-то приложением, Google карты, Яндекс карты. Еще лучше работать с бумажной картой, потому что в Гугле вы все время видите только фрагмент. В бумажной карте вы всегда видите всю карту перед глазами, и как-то любое место, которое вы изучаете, оно сразу складывается в полную картинку. Вот. Но этот совет может быть более приведен к другому городу даже, чем к Москве. Хотя для меня работа с картой в Москве, она дала гораздо большее понимание этого города. Я просто с картой работаю постоянно по долгу службы, потому что я все время составляю экскурсионные маршруты. Составляю экскурсионные маршруты. Она начинается с того, что открываешь Google карту, ставишь в нее точки, придумаешь, как их связать. Вот. И это позволяет понять очень интересные разные закономерности развития города. Ну вот, где-то мы видим, что система улиц и переулков очень запутанная, петляющая. Мы понимаем, что это такой вот средневековый город. Но где-то мы вдруг видим, что система улиц и переулков очень прямолинейная, как, например, в районе Сретенки. Если вы там гуляете в районе Сретенки, то вы знаете, что от Сретенки... Сретенка такой немножко Петербург. Да, вот она идет от бульварного кольца до Садового, а налево-направо совершенно равномерно повезаны на одинаковом расстоянии переулки. Там Пушкарский, Большой Сухаревский и так далее, да, там Последний. То есть это не похоже на Москву, у нас обычно все криво, а тут все очень так прямо, как в Нью-Йорке практически. Почему? Тоже интересно об этом подумать, да, оказывается, потому что там был такой профессиональный район Слободской, и там так удобно было нарезаться. Это было очень практично так сделать, разместить все предприятия маленькие. Вот, и в общем вот карта, да, понимание того, как устроен город сверху, такой взгляд, который невозможно получить, когда вы находитесь в уровне земли, потому что вы не можете представить в своей голове, а вот на карте, это сразу видно, даёт вам тоже интересные такие истории, которые может искать город. Ну, вот, так сказать, если вы освоили уровень более вдумчивого хождения из точки А в точку Б, можно уже заставить себя выбираться осознанно гулять по городу прямо долго, часами. Я где-то на выходные дни. Расскажу, как это происходило у меня. Я, когда приехал в Москву, там, в первое же лето, я, конечно, сказал себе, что каждый выходной, я буду, хотя бы один день, я буду отправляться на велосипедную прогулку, посвящённую изучению Москвы. И я брал прямо по кварталу, например, там, решал, что в этот выходной я изучаю басманную часть, в этот, в этот выходной я изучаю район, район, там, хамовников, пресни. Вот, и я бросал клич, кстати, в фейсбуке, типа, на велике, да, типа, ребята, велосипедисты, кто катается, давайте поедем смотреть город. И как раз открываешь вики-мапию, смотришь, где ближайшее интересное здание, и едешь к нему. А посмотрел здание, там, обошёл со всех сторон, какие-то детальки, там, наверх. Ну, следующее интересное здание вики-мапии смотришь, то есть, и дальше поехал. И так, за одно лето я сумел составить в голове очень чёткую карту Москвы, да, и представлять тебе какие-то интересные памятники в пределах Третьего Транспортного Кольца, там, чуть дальше Третьего Транспортного Кольца. И это, конечно, очень крутое чувство, ощущение того, что ты вот знаешь теперь город, его исторические границы, какое-то совершенно многомерное видение города. Это как бы добавляет вообще, вот, до чего всё это надо. Наверное, с этого надо было начать. Сейчас я сделаю такую небольшую интермедиу. Ради чего я вообще вам всё это рассказываю? Ради чего я всё это делаю для себя в своё время? Потому что, мне кажется, что... Не помню, наверное, Эйнштейну приписывает эта фраза, поправьте меня, если я не прав, что время — это некое четвёртое измерение, да? И вот если мы видим город, если мы знаем город только сегодняшний, это как-то, мне кажется, немножко обедняет наше видение. Для меня очень ценно видеть город не только в длину, ширину и высоту, но видеть его в неком четвёртом измерении временном. Вот я реально прокачал в себе такой навык, не хочу хвастаться, но он прокачивается довольно быстро. Если использовать все эти советы, потом сориентироваться на несколько книжек, которые вам посоветую. Я как бы могу в голове прокрутить город визуально где-то на 50 назад, на 100 назад, на 150. То есть я вот иду такой по Покровке, например, на землю, почему я на Покровке привожу, допустим, по Шамбулке, где я живу. И могу так отмотать, потому что очень много фотографий сейчас смотрю исторических, потому что, опять-таки, по долгую службу, потому что ты готовишь к экскурсиям в качестве портфеля экскурсовода. И это настолько вдохновляющий навык, что я только могу вам всем, Бог, пожелать приобрести. Это даёт некое такое четырёхмерное обидение своего города, которое прямо вдохновляет, от которого приобретет. Значит, так вот, можно систематически изучать город, и это действительно несложно сделать с помощью тех навыков, которые я вам рассказал, с помощью тех приложений, сервисов. И это может быть очень весело с компанией друзей, со спортом, с велосипедом. Да, я вспомнил, почему ещё очень важно смотреть город с велосипеда, поскольку мы в стенах спортмарафона, тем более о велосипеде уместно говорить, а также о беге уместно сказать, потому что любой толковый архитектор, настоящий архитектор, настоящую архитектуру, далеко не всё в Москве является настоящей архитектурой, естественно, многое является просто строительством, квадратными метрами, но настоящая архитектура, ну а тем более градостроительство, потому что над градостроительством всё-таки работают, как правило, лучшие люди, это такая серьезная очень тема, оно всегда заточено под определенный темп восприятия, который соответствует времени. Ну, скажем, Москва средневековая, очевидно, была заточена под пешую ходьбу. Ее масштаб был очень такой пешеходный. Москва, которая в основном существует в центре, центр же в основном застроен в веке 19-го, начале 20-го, она заточена под какой вид транспорта? Под пролетки и трамвай. Так, когда люди передвигаются. То есть, длина домов, только какого масштаба декор. Когда вы двигаетесь на трамвай, это несколько побыстрее, чем пешком, и декор не может быть слишком мелкомасштабный. Вы его не успеете рассмотреть, он может быть более крупномасштабный. Понятно, о чем я говорю. Почему на Ленинском проспеке? Почему Новый Арбат такой длинный? Потому что Новый Арбат задумался, хотя он в центре, как автомобильная магистраль. И проезжая из автомобиля, вы не успеете рассмотреть мелочи. Только что-то очень длинное. Или Ленинский проспект. Какая-нибудь гостиница, интурист, все остальное, что на Ленинском проспекте, но все очень длинное всегда. Потому что на нашей скорости 60 км в час, только так можно успеть отнять архитектуру, только если она 300 метров длиной. Иначе вы проскочите и не заметите. Исходя из этого, выясняется, что центр города заточен под скорость восприятия примерно 10-15 км в час. Так тогда все ехало. Трамвай тоже ехали. Так быстрее ехали, даже не умели. И поэтому, когда вы едете на велосипеде, или бежите, ну, бежите чуть помедленнее, но все-таки вы более-менее поддержите именно этот темп, на который рассчитана эта архитектура, и лучше всего, гармоничнее всего ее воспринимаете. Это очень важная идея. Поэтому мы, пороче, любим делать велосипедные экскурсии, считая их самыми оптимальными для центра города. Трамвайные мы тоже делаем, но трамвай в центре, к сожалению, практически нигде нет там, где есть. Мы стараемся. Беговые тоже экскурсии мы делали, но это немножко сложнее, потому что там остановиться невозможно. Не остановившись, сложно рассматривать архитектуру, как мы с вами. То есть это немножко разные жанры. Да. А теперь более продвинутый уровень, который требует уже большего времени, это времени на чтение, чтение книг. Все, что я говорил вам до сих пор, это такие детали, которые можно увидеть просто глазами, и можно быстренько загуглить или посмотреть вики-мапе, что эти детали обозначают, почему они здесь, что это за дом и так далее. А вот есть вещи, которые требуют предварительного чтения книг. Я рекомендую начать с чтения каких-то вещей, книг, статей, не обязательно книги, может быть, какие-то статьи в интернете, которые посвящены истории застройки города. Потому что, ну, про архитектуру, как бы, можно всю жизнь читать, не перечитать, да, здание-то сколько в Москве. А вот все-таки градостроительство, оно такое более законченная тема, так сказать, конечная тема. Ну, то есть понимать, где раньше был Китай-город, что сейчас на его месте, да, где раньше была Белгородская стена, что сейчас на ее месте, что сейчас на ее месте. Бульварное кольцо, да. И так далее, там, Садовое кольцо, потом Камер-Колежский вал, потом там, как при Сталине перестраивали город, как при Хрущеве перестраивали город. Потому что вот эти вот просто базовые факты про то, как перестраивали город, как развивалось наше градостроительство, он дает такой уже ключ к расшифровке многих визуальных кодов, которые вы можете встретить на улицах города. Вот приведу пример. Если ехать или идти, ну, там мало кто ходит, скорее ехать, по Садовому кольцу между площадью Щепок, то есть метро Побелецкая, и Серпуховской площадью, метро Серпуховская, то на внешней стороне Садового кольца можно увидеть странный дом, который своим Брандмауром, Брандмаур, знаешь, что такое, да, глухая противопожарная стенка, в обязательном порядке все дома, доходные тогда и оборудовались ею на стыке с соседним участком. Значит, Брандмауром выходит на Садовое кольцо, и Брандмаур у него скошен, издавидно ли здесь, он стоит косо, и пролезь Садовому кольцо, по другому, чуть ли не 45 градусов. Зачем? А вот базовое понимание об истории развития города вам дает ключ. Дело в том, что Садовое кольцо когда-то было, чем? Стеной тоже крепостной, которая называлась земляной город. Земляной город в южной своей части имел бастионы. Что такое бастионы, вы можете себе представить, если не видели Петропавловскую клепс в Петербурге. Такие пятигранные укрепления, да? Вот, эти бастионы существовали вплоть до самого начала 19 века. А межевание земель было, конечно, раньше. И поэтому кто-то получил себе участок такой вот неудобной трапециевидной формы. Ну, когда там был дом с палисадом, то есть было нормально, у него, наверное, где-то в глубине стоял его дом. Это его не очень смущало. Просто забор коса стоял. Но когда, как я говорил, пришли уже коммерческие интересы в Москву в конце 19 века, и стали эти участки застраивать. Помните, я вам рассказывал про доходные дома, да? Которые пытались выжить, существую максимум из участка, застраивали весь участок. Вот и получилось, что доходный дом вынужден был приобрести тоже такую Г-образную форму. Видите, он продолжается вот сюда, буковкой Г, со скошенным фасадом. Вот, казалось бы, курьез, косой фасад, почему? И вот, видите, оказывается, знание градостроительства позволяет нам очень легко этот факт расшифровать. Или вот, например, выходите вы, наверное, даже не задумываясь никогда, сейчас расскажу, выходите вы из вестибюля метро парк культуры, который такой круглый, в котором еще мозаика к горькому на Остожнику. И вот он выходит на перекресток к Остожнике и так называемого Новокрымского проезда. И мало кто, наверное, об этом задумывается, но вот тем не менее можно такой задать себе вопрос. На кой черт там Новокрымский проезд всего в 20 метрах, вот там вот на, в этой части вообще 20 метрах от Садового кольца. Зачем надо было улицу делать в 20 метрах от Садового кольца? Ну вот, выясняется интересная история. Эта улица искусственная, конечно, исторически она не могла появиться, это было бы нерационально. Искусственно создана в 30-е годы. Почему? Потому что в 30-е годы перестраивали московские мосты. И вновь построенные мосты, как правило, были на новом, ну, нельзя было снести старый мост и построить его вместе новый, потому что любой мост это очень важная артерия для города, важная связь. Поэтому новые мосты всегда строили в стороне. Ну, скажем, Большой Москворецкий мост около Красной площади, он стоит не на том месте, где стоял Старый Москворецкий. Старый Москворецкий шел на Пятнинскую, а Новый Москворецкий ведет на Орденгу сейчас. И так далее. Большой Каменный раньше выходил на Ленивку, а сейчас выходит на Боровицкую площадь. Ленивка такая маленькая, улочка там в стороне между Прочтической набережной и Волхонкой. Сейчас уже никому не нужно из-за того, что мост на нее больше не ведет. Но Крымский мост нельзя было построить в стороне, потому что Садовое кольцо, ну, нельзя его трассу поменять. Оно должно быть на том же самом месте, где было всегда. Поэтому нам поступили хитро. Старый Крымский мост подвинули в другое место. Это фотография, изображающая, как раз видите, мост просто в воздухе месит, изображающая процесс переднишки этого моста. А Новый Крымский мост, он прекрасно известный, висячий, построили на старом месте. А, соответственно, подвинули его зачем? Не чтобы он просто стоял для красоты, а чтобы по нему транспорт пустить. То есть, вот представьте, он три года стоял на этих деревянных подмостях, и по нему при этом ходили трамваи, люди ездили и так далее. А чтобы по нему транспорт пустить, нужно было какую-то улицу прорубить, чтобы можно было съехать с Садового кольца на этот мост. И вот улицу и прорубили. А до сих пор существует и называется Новокрымский проезд. Сейчас совершенно бестолковая, по ней никто не ездит. Она такая, скорее, парковка, как видите, да? Но когда-то она была очень важна, когда она стала дублером Садового кольца на эти три года. Вот, это чуть более сложная такая история, но тоже, вот если знать про передвижки мостов, то это все такая часть сталинского генерального плана реконструкции Москвы, расширение улиц и обновление мостов. Все это была часть одной единой программы. То есть ее, в принципе, несложно узнать эту программу. Вот, еще один такой городостроительный тоже интересный момент, который может много рассказать о городе, который требует некоторой подготовки. Ну, на самом деле, достаточно просто Википедию своевременно открывать. Это вот простой фактор, простой способ, простой лайфхак. Это обращать внимание на топонимику. Как правило, знаете, вот мне в конце моих экскурсий раньше люди задавали вопрос. Сейчас расскажу просто историю такую. Значит, мне он очень он забавлял, конечно, но прям всегда одинаковый. Люди, значит, говорили мне примерно следующее. Слушайте, так интересно, так интересно, хочется теперь больше узнать. Посоветуйте, пожалуйста, книжку, желательно маленькую, но чтобы сразу про всю историю Москвы. Я сначала ломал голову, думал, что же это за Берин, что ли, или еще что-то. А потом я понял, как надо отвечать. Какой вопрос, такой ответ. Я говорю, есть такая маленькая книжка, вообще в одну страничку, продается в любом киоске с его печати, называется «Карта Москвы». Значит, открываете название улицы, площадей, сразу вся история просто перед вами открывается. Но, конечно, надо еще все-таки знать, почему так улицы называются. Вот, ну, вы знаете, многие улицы называются, конечно, по церквям. Почему Варварка? Церковь Святой Варвары, да, почему Ньинка? Церковь Иви Пророка и так далее. Многие улицы называются по слободам, которые там располагались, как правило, слободы были профессиональными. Скажем, там, поварская, там повара царские жили, да, рядом с катеркой, переулок, столовой, ножовой, там бронная, там жили люди, делавшие броню, рядом Палаши, Палашевский период, где делали мечи, Палаши, там, гранаты, период, где делали бомбы, гранаты и так далее. Вот, но есть какие-то более курьезные истории, например, вот, как говорите, почему так называется улица Екиманка? Да, да, тоже по церкви, там была церковь Иоакима и Анны, но поскольку произносить слово Иоакима-Ианненская улица невозможно совершенно, то со временем это превратилось в Екиманку. Такая же история Российское подворье, да, в итоге сократилось до Моросейки, спасибо. И так далее, такие вот, значит, сказалось бы, зашифрованные странные названия тоже можно расшифровать, если знать историю. Но опять-таки, почему я говорил про Википедию? В Википедии есть статья про каждую улицу и первый же раздел статьи про каждую улицу Москвы называется Этимология, происхождение названия. И там написано, почему улица так называется, то есть просто узнав, почему улица так называется, вы уже можете узнать много про саму улицу, не читая специально какой-то отдельной литературы про нее. Вот. И последнее, что я расскажу, это такой самый, наверное, продвинутый уровень, это общение с архитектурой. У меня есть такая концепция общения с архитектурой. Что я имею в виду? Дело в том, что архитектура это, пожалуй, самое парадоксальное искусство. С одной стороны, архитектура и искусство самое доступное людям. Правда? Потому что не надо идти в музеи, не надо даже заставлять себя открывать книгу, архитектура, хочешь не хочешь, постоянно перед тобой. Вот мы сейчас пойдете до метро, она вокруг. Мы сейчас сидим внутри архитектуры, потому что, как сказал замечательный архитектор 20 века Николай Латовский, пространство, а не камень, материал архитектуры, в том смысле, что архитектура это искусство работы с пространством. Поэтому мы сейчас сидим в каком-то пространстве, интересном, трансформируемом. Там вот эта стена может отодвигаться, расширяет пространство, может сдвигаться. Это все архитектура. То есть мы прям вот всегда, когда бодрствуем, мы волей-неволей общаемся, то есть мы как-то взаимодействуем с архитектурой. Но в чем парадоксальность-то? С одной стороны, архитектура искусства самая доступная, а с другой стороны самая непонятная. Правда? Непонятная архитектура, наверное, только музыка. Недавно там, как Гёте приписывается фраза, что архитектура это застывшая музыка, они действительно очень близки. Потому что книжка, она как бы нам рассказывает какую-то историю. Там прям черным по белому все написано. Картины, конечно, люди картины тоже не умеют читать, но картины, по крайней мере, в основном фигуративные. То есть там хотя бы люди нарисованные что-то делают, более-менее понятно, что они делают. Ясно, что мы, как правило, не умеем анализировать композицию, технику, исполнение, мазок и так далее. Но хотя бы мы можем понять, какой сюжет. Архитектура, зараза, вообще ни про то, ни про это. Там и сюжета никакого нет. Колонны стоят и стоят, например, да, выходит сюжет. Никакого. Вот. Еще и как бы нас не учат языку. То есть мы не можем понять, почему именно эти колонны стоят, что это означает. Ну, к сожалению, да, нас в школе не учат никакому языку, кроме литературного. Да, и литературу он-то учит так себе. А уж и архитектуру, язык архитектуры совсем. И вот то, что мы делаем острые глазами инженера, со временем я понял как бы одну из основных наших миссий. Мы говорим теперь, что мы учим людей читать архитектуру. Как в школе учат читать русский язык, мы учим читать также архитектуру. Для того, чтобы читать архитектуру, да, ну, а еще есть такая концепция, я думаю, вы согласитесь со мной, что архитектура – это искусство, правда? Безусловно. Не все здания являются архитектурой, поэтому не все здания являются искусством, но если здания являются действительно архитектурой, то это искусство. А где возникает искусство? Где искусство, где не искусство? Где просто квадратные метры? Ответов может быть очень много, потому что вопрос нешуточный, да, что такое искусство. Ну, вот я отвечаю так. Для меня искусство возникает там, где происходит диалог. Где есть творец, который хочет что-то сказать, и где есть потребитель, плохое слово, потребитель искусства, где есть зритель, который может этот диалог поддержать, который может понять, что архитектор сказал. Но, правда, понимание того, что архитектор сказал, требует подготовки, потому что язык очень странный, на котором они, эти архитекторы, говорят, поэтому мы должны как бы стать тоже архитекторами, чтобы этот язык расшифровывать. И именно поэтому я говорю общаться, общение с архитектурой. Имеется в виду, конечно, общение с творцом. Понятно, искусство это коммуникация, вот можно с искусством общаться, взаимодействовать. А что нужно для общения с архитектурой? Во-первых, нужен тот самый замедленный демп, о котором мы говорили. Быстро проходя мимо здания, невозможно с ним пообщаться. Надо остановиться, сесть, посмотреть, вокруг обойти, детали разглядеть. Ну и во-вторых, нужна, конечно, подготовка, то есть нужно книжки почитать. И если есть желание, я думаю, организаторы смогут это сделать. Я могу присутствующим, может быть, смотрящим нас в каких-то пабликах спортмарафона прислать подборку книг, такую инструкцию по чтению. Самая простая книжка, если у вас есть всего три часа, книжка посложнее, если у вас 30 часов есть и так далее. Насколько вы готовы понять язык архитектуры, провериться в нем. Приведу вам пример. Здание, по которому мы делаем экскурсию, и вот как раз экскурсию в жарме такого плавного, длительного общения. Это библиотека имени Ленина. Почему я люблю именно этот пример? Потому что это одно из самых очевидных зданий в Москве. Оно прямо в самом центре, напротив кремлянных. Десятки тысяч людей проходят мимо него каждый день. Но мы по нему делаем экскурсию. И когда я завожу людей в некоторые места, в составе библиотеки, снаружи, сейчас покажу, и обращаю внимание на некоторые детали, и спрашиваю людей, вы как-то здесь были, или вы как-то это видели. Люди мне говорят, нет, мы никогда не видели, мы никогда не были. Именно из-за этой парадоксальности я и люблю этот пример. Давайте посмотрим, какие истории нам может искать это здание. Я сейчас вас постараюсь научить навыку, которая очень важна. Как раз первое, я сказал, это темп. Первое, что важно для общения с архитектурой, это замедленный темп. Второе, это навык, который у искусствоведов называется анализ памятника. Ну, анализ памятника очень сложно звучит, но я предпочитаю называть это чтение здания, чтение архитектуры. Первое, что надо читать, это читать надо, как всегда. От обложки к буквам, от большого к частному. Первое, что хочется рассмотреть, это как здание стоит в городе. То есть, надо сюда смотреть издалека сначала. Как здание вообще поставлено в городе, это можно тоже рассказать нам несколько историй. Вы посмотрите, фасад, выходящий на воздвиженку, не совпадает с исторической красной линией. Красная линия, знаете, что такое? Это линия, вдоль которой выстраиваются все здания на улице, да? Вон музей архитектуры, вон где стоит, а фасад библиотеки метров на 10-15 отодвинут вглубь. Почему, как вы думаете? Предположение, что планировали расширение. Конечно. Воздвиженка тоже, как и все центральные улицы, должна была быть расширена в 30-е годы. Он говорил, что просто не успели, да? Только Тверскую успели, а потом война началась. Но, естественно, новые здания строили с учетом этого будущего расширения. Поэтому новые здания сразу строили в стране. Поэтому, если вы видите, вообще, такого масла очень много. Это не только Воздвиженка. Если вы видите, что здание стоит, там, центральный телеграф, например, не совпадает с красной линией газетного переводка. И так далее, и тому подобное. Если вы видите, что здание стоит в стороне от красной линии, значит, эта улица предполагалась к расширению. То же самое происходит и с фасадом по Маховой. Потому что, если вы помните, ограда сада дома Пашкова, она гораздо ближе. Тротуар буквально 2 метра остается. А пока идешь до дома Пашкова, тротуар широченний. Потому что этот фасад тоже один вглубь. Улица Маховая тоже предполагалась к расширению, как такая магистраль, идущая из центра до Творца Советов. Вы знаете, что на месте Храм Преста Спасителя должны были построить монструозный 400-метровый дворец Советов. И вся Москва была заточена как бы под него. Значит, хорошо, это про положение в городе. Теперь можно приблизиться и рассмотреть композицию здания. То есть здание как целое, но уже само по себе, без учета какого-то городского контекста. И что же мы видим? Библиотека Ленина – это не одно здание. Это совокупность нескольких корпусов, которые по-разному очень выглядят. Есть корпус читальных залов. Он самый парадный, красивый, самый большой. Выходит своим фасадом на Маховую улицу, на главную, и на площадь, которую архитекторы специально, искусственно создали перед зданием. Есть корпус менее примечательный, закрытый колоннадой, имеющий глухой торец. Это административный корпус. Есть корпус, имеющий самый утилитарный облик, просто какой-то такой совершенно фабричный. Это корпус книгохранилища. Причем корпус девятиэтажной высоты, сорокапятиметровой высоты. Не просто девятиэтажной, там этажи еще и выше гораздо, чем в жилье. При этом, я опять-таки, когда его показываю людям на экскурсии, спрашиваю, вы раньше замечали этот гигантский, это было самое высокое здание в Москве на строительстве Станинских высоток. Мы когда-нибудь замечали, люди говорят, нет. Как архитекторы поставили это здание, что его в близких ракурсах так еще видно, чем ближе подходишь, тем его меньше становится видно. И в привычных там ракурсах его вообще не видно обычно. Вот, значит, вот почему такая компания, эти корпуса, они соединены какими-то переходами, то есть из этого корпуса читальных залов и фойе можно попасть в соседки, нам его не видно, где находится самый красивый третий читальный зал, да, отсюда можно попасть в хранилище, мы так делаем в наших экскурсиях. Почему так корпуса, почему так здание устроено? Первый ответ, который приходит в голову, что это, конечно, ну так называемый функциональный подход, да, функциональное проектирование, которое, в общем, пропагандировалось в ту эпоху, его очень любили конструктивисты. Ну, то есть считалось, что если у здания несколько функций, эти функции должны быть разнесены по разным корпусам, должны быть четко обозначены, по внешнему облику здания должна быть понятна, какая у него функция. Ну, вот скажем, хороший пример, это Доказил. Доказил состоит из двух корпусов, это корпус театра и корпус клуба, они соединены переходом, в который мы заходим, там в фойере, можно пойти налево в театр, направо в клубную часть, да. Ну, вот вроде бы библиотека точно так же устроена, но поскольку архитекторы, которые ее делали, они были классиками, они получили классическое образование, они отнюдь не были конструктивистами, то в этой функциональной планировке, в этой функциональной композиции читается что-то большее, чем просто следование утилитарным требованиям и моде своего времени. Посмотрите, мы поднимаемся в библиотеку на некоторый пьедестал, она поставлена выше, сама постановка здания выше что обозначает? Постановка на некий постамент. Да, значимость здания, да, особенно, потому что это именно самое важное, здание в городе, все стоят на некотором возвышении, там памятник, например, стоит на пьедестале. Мы поднимаемся на это возвышение, площадь, искусственно созданная архитекторами, это могло быть застроено, это территория принадлежной библиотеки, но они ее искусственно создали. На ней стоит памятник, сейчас это Достоевский, но должен был быть, конечно же, памятник Ленину, библиотека же имени Ленина, значит, по предначальному проекту должен был быть памятник Ленину. Ну, с разных сторон нас смотрят пролепительные объемы с колонными портиками, с какими-то фризами, брельефами, да. Значит, где такая ситуация? Вспоминайте свой опыт путешествий или просто какие-то картины, которые вы видите. Грома, греческая. Да, конечно, это Акрополь. Греческий Акрополь, это всегда высокое место в городе, Акрос высокий, да, Полис город, ну, помните, Афинский Акрополь, например, да. Ну, вот, значит, на который мы поднимаемся по торжественной лестнице, пропереи, так называемые, ведут на Акрополь в Афинах. Там стоит памятник Афине Палладе, самый главный портик, смотрящий на нас, это Парфенон, ему подчинены портики поменьше, Рахтейн и так далее. И вот, то есть, здесь Щуко и Гильфрейх, которые, конечно, были, они были архитекторами классиками, они до революции Петербурга делали классические совершенно вещи. Они создают такую очень классическую ситуацию, которую считать можно, но вот нужно немножечко, видите, ну, вы же видели Макрополь, многие из вас, скажете, да, ну, в Афинах, господи, очень многие люди уже были. Вот, считать можно, но, и это даже не требует специально искусствоведческого образования, потому что вы его все видели. Но нужно остановиться, нужно посидеть, подумать. Просто пробегая мимо этого здания, конечно, этого смысла прочесть будет невозможно. А смысл какой, да? Для Щуко и Гильфрейха библиотека Ленина это новое святилище. Это не просто парадное здание, а вот новое святилище, которое как бы доминирует над городом. Вот раньше святилище было в Кремле, а теперь мы строим что-то, что даже повыше Кремля. Мы поднимаем его на постамет, чтобы показать, что это здание, хоть и рядом с Кремлем, но оно важнее, чем Кремль. Это очень интересная идея для тех времен. А дальше, если мы рассмотрим на детали, ну, давайте сразу во двор переместимся. Вот такой вот есть двор, вот сюда вот, если зайти, подальше такой вот двор. Поднимите руку, потому что в нем раньше не было никогда. Ну, не раньше, а вообще не было никогда. Вот, да, многие не были. Хотя он открыт, он не закрыт, можно зайти, но вот почему-то мы как бы слишком спешим по делам. А там во дворе много интересных деталей. Например, вот, с одной стороны, такое панно высотой во всю стену, украшенное круглыми нишами. Нет из них окна, но в основном это просто ниши такие, да? Вот. И хочется спросить, что же за круглые окна такие? Ну, в первую очередь хочется сказать, что, ну, вроде бы, круглые окна любили в эпоху конструктивизма, да? Они называли ассоциации с иллюминаторами, ну, там, типографию, редакцию газеты «Известия», можно вспомнить, на Пушкинской площади, еще что-то. Но на самом деле круглые окна придумали, конечно, не в эту эпоху. Круглые окна впервые появляются в архитектуре. Вот тут уже надо читать книги, надо знать историю архитектуры, чтобы расшифровать эту деталь. Круглые окна встречаются впервые в первом веке до нашей эры, в Древнем Риме, на так называемой могиле булочника, мавзолее булочника Еврисака. И именно с тех пор они вошли в мировую архитектуру, они были и в римской архитектуре, и в Ренессансе, и в барокко, и в классицизме, всегда-всегда-всегда с тех пор. И, конечно, в авангарде они тоже были просто в конструктивизме, в очередной раз, далеко не в первой. Иллюминаторы здесь ни при чем. Круглые окна в архитектуре появились за 2000 лет до появления иллюминаторов. Здесь вот эти вот окошки из Древнего Рима, с обратной стороны не привел фотографию, просто скажу, там фонтан, который отсылает нас к временам, скорее, барокко итальянского, такого 16-17 века, временам, когда Рим контролировался папой, которому там принадлежала тоже такая единоличная абсолютная власть. И вот начинаешь задумываться, если здание в целом должно напоминать нам Акрополь, святилище вроде бы демократической Греции, а внутри вдруг во дворе оказываются символы, отсылающие нас скорее к Риму, имбирскому Риму, потому что могила Болочника и в лесах появляется во времена Триумбирата, когда Цезарь уже там правил, и Папа Римский тоже правитель такой достаточно авторитарный. И мне хочется сказать, что, мне кажется, что архитекторы имеют в виду, что некоторые издательные, что здание Блиотеки Рима очень долго строилось, оно было запроектировано в 1928 году, и там ничего этого не было еще. А все вот это появилось уже в конце 30-х, когда режим в нашей стране был совсем другой, да, что такое 1928 год, сравнительно вегетарианские времена, как сказала Бадна Ахматова, что такое 1938 год, это уже пик такого авторитаризма. И вот видите, как архитектура тоже смещается в эту сторону, вот более демократических метафор, типа Парфенона, ну типа Акрополя, в сторону более авторитарных метафор, в сторону Древнего Рима и в сторону Барокко. И вы, может быть, архитекторы даже не имели этого в виду, но подсознательно все-таки вот время меняется, а художники не всегда отражают время, так они устроены. И вот мы видим, как это время меняется на примере таких деталей. Вот почему важно разбирать детали, да, вот почему важно остановиться, внимательно рассмотреть здание. Но для того, чтобы такую деталь понять, разобрать, вам надо понимать, откуда она происходит, каковы первоисточники этих деталей, то есть надо, конечно, уже знать историю архитектуры, надо почитать какие-то книжки. Вот, но, опять-таки, не обязательно читать книжки, которые отнимут у вас там месяцы и годы. Достаточно нам почитать какие-то базовые книжки, с удовольствием пришлю, опять-таки, чтобы с этим разобраться. И, видите, на мой взгляд, не знаю, удалось ли вас убедить, на мой взгляд, насколько подкачествуется восприятие здания. Вот, после того, что я вам рассказал «Каприотеку Ленина», я думаю, вы будете смотреть немножко по-другому, да, и там больше смысла за ней видеть, различать. Вот, ну что ж, да, ну и последний совет. Последний совет, значит, если у вас нет времени читать книжки самостоятельно, а лучше, если у вас есть время и книжки читать самостоятельно, и вот это тоже надо все равно делать, надо ходить на экскурсии. Потому что экскурсия – это тоже такой жанр, который не заменяет книгу, который, как бы, ну, любой экскурсовод, это, конечно, как писатель, как куратор выставки, он предлагает свое прочтение. Да, книге одно прочтение, а экскурсовод предлагает свое прочтение. Кроме того, в экскурсии очень важно то, что вы можете сразу сопоставить, то, что вы слышите с тем, что вы видите. Книги из книги сложно сделать, там, конечно, есть фотографии, но они маленькие, черно-белые. Вот, экскурсия в этом смысле уникальны такой жанр. Вот, я рекомендую вам самую, а Москва – город уникальный. Я, как человек, работающий в туристической индустрии, приезжаю в другие города, всегда, конечно, стараюсь узнать, какие там есть экскурсионные бюро, которые делают что-то большее, чем просто обзорные экскурсии, и мало где я их нахожу. А Москва, вот почему-то за последние 10-15 лет, Москва – это настоящий бум экскурсий по городу. Именно не для туристов, а для горожан, да? И можно вспомнить такие проекты, как Москва, которые не для Москва-похода – это старожилы, которые уже лет 10-15 существуют, и которые, в основном, посвящены таким базовым делам, ну, там они отдельные улицы, допустим, разбирают, да? Вот, значит, это такой, ну, и такой больше кривейческий формат, там экскурсии вводят очень серьезные криветы, которые детально знают свои какие-то районы. Вот, ну, примерно в таком же духе работают «Прогулки по Москве» проект. Экскурсионное бюро «Музея Москвы» – это проект более такого популярного характера, там не будет большой такой глубины, на мой взгляд, не будет такой большой длины, потому что Москва, который нет, Москвоход, порой экскурсии затягиваются на 3-4 часа, это такая настоящая кривейческая экспедиция. Это такой более легкий формат, развлекательный, можно покататься по метро, подняться на смотровую площадку в Москве-сити. Ну, тоже, конечно, хорошие очень экскурсоводы, но вот такой формат, более, так сказать, приспособленный к современному темпу жизни, что ли, да? Более молодежной аудитории. В том же духе работаем и мы, «Москва глазами инженера». Но наша специфика в том, что мы стараемся, с одной стороны, сделать экскурсию такой легкой и доступной, чтобы она все-таки не была похожа на учебник по истории, а была похожа на приятный способ времяпрепровождения, но в то же самое время мы стараемся нанести свою миссию, о которой я уже говорил, это учить читать архитектуру, вот как бы простым языком, да, акцентируя именно на архитектуре. Хотя и на инженере, конечно, тоже. Недаром мы называемся «Москва глазами инженера», мы с этого начинали. У нас есть такие темы чисто инженерные, как, например, передвижки домов, строительство метрополитена, как он вообще строился, да, там, Сталинские высотки, как они устроены, там, Небоскребы, как они устроены и так далее, водопровод, как устроены, посещаем разные интересные объекты, типа насосных станций водопровода, там, фабрик, заводов и так далее, вот. Но в том числе мы в последнее время все больше и больше говорим именно об архитектуре, об архитектуре именно как об искусстве и учим навыку чтения этой самой архитектуры. Так что приходите, будем рады видеть. Наш сайт – инженерхистри.ру, но его нельзя запоминать, «Москва глазами инженера» легко гуглится и ищется по Яндексу, сразу первым делом выскакивает на наш сайт, на наши социальные сети. Ну, а если вам интересно почитать специфически меня или связаться со мной, то я забудь бакудинов.айрат во всех соцсетях, в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте, а, извините, в Инстаграме, забыл. В Инстаграме без точки надо было отдельно сделать. Ну, не важно, можно все это загуглить тоже. Значит, во-первых, так со мной можно связаться, именно в Фейсбуке лучше, я специально не привел почту, я почту очень медленно взбираю. Вот, а если у вас какой-то там вопрос возник, я с удовольствием всегда отвечаю на какие-то архитектурные вопросы. Если вам хочется, чтобы я вам книжки порекомендовала, я с удовольствием порекомендую какие-то книжки, пришлю ссылки на них. И, кроме того, я веду блог в Инстаграме, который автоматически кросс-постится в Фейсбук, так что где вам удобнее, ну, и ВКонтакте тоже самое, где вам удобнее читать, где я каждый день пишу про какой-нибудь архитектурный памятник Москвы или России, или мира, пишу про ключевые выставки, связанные с архитектурой, про ключевые книжки, связанные с архитектурой. То есть такой вот блог для таких же архитектурных гиков, как я. Ну, не обязательно чьи же гиков, для тех, кто встает на путь архитектурного гика, хочет встать, чтобы про это все побольше узнавать. Так что подписывайтесь, давайте будем общаться. Ну, давайте пообщаемся и в офлайне тоже. Сейчас я с удовольствием выслушаю ваши вопросы на любую тему, не обязательно на тему, о которой мы сегодня говорили. Может быть, вам интересно узнать про какой-то дом, который вас интригует, про какую-то там книжку, еще что-нибудь, ну, про все что угодно, что касается темы архитектуры, инженерии, Москвы, моего проекта, моей деятельности и так далее. Насколько сложно находить входы в такие сложные объекты, как насосные станции, фабрики? Они ведь профессионально не занимаются экскурсиями, это для них чужая такая, кажется, стейленность вначале. Готовы на это? Как я уже говорил, люди обычно отвечают «да», когда вы их просите. То есть никакого секрета нет, мы просто звоним или пишем, что-то говорим «вот хотим, можно?» Люди говорят «ну, наверное, можно». Вот, и как бы все, и все начинается. Ну, конечно, есть такой немаловажный фактор, как то, что мы предлагаем достаточно хороший пиар, благодаря нашей большой аудитории в социальных сетях, и благодаря тому, что мы привозим там натурально людей, им все это показываем, рассказываем, и это возмует какую-то лоякность его аудитории. Но даже когда этого пиара еще не было, когда мы только стартовали проект, как правило, люди откликались позитивно на такие предложения. Вот так. Так что, легко. Ты, по-моему, спросила, сложно ли? Легко. Хотя нет, вру, на самом деле, легко, конечно. Это все чистое на этот площадке, потому что некоторые площадки, ну, есть же везде своя специфика, какие площадки государственные, там надо согласовывать 100-500 инстанций, значит, договор через 100-500 инстанций. Некоторые площадки не государственные, а коммерческие, но там надо, например, выйти на правильного менеджера, принимающего решения. Поэтому срок согласования экскурсии с площадкой, так сказать, запуска, у нас бывает от двух недель до трех лет. То есть это очень специфически. С некоторыми площадками мы работаем, работаем, работаем. Вот уже три года прошло, до сих пор они нам, значит, вроде бы и можно, но вроде бы и непонятно как. Нет, по-разному бывает, да. Ну вот, в основном, все-таки где-то месяц-полтора, так что это скорее, скорее да, чем нет. То есть сначала, допустим, на насосную станцию ты идешь сам один, как-то там удается ее посмотреть, понять, что это интересно, а потом уже выговаривать. Да, да, сначала ты пишешь, допустим, письмо официальное или неофициальное, с вами хоть есть контакт, или звонишь, договариваешься о встрече, смотришь, какая фактура вообще, насколько это интересно будет публике. Если ты выясняешь, что фактура классная, публике интересно, то, значит, давайте даже разговаривать про экскурсию. Это, конечно, тоже нелегкий разговор, потому что здесь свои оберничения, какой размер группы, как часто это возможно, какие правила техники безопасности. Ну, да, вот такой процесс, ага. Очень классно. У меня есть вопрос. Может, на него нельзя ответить. Как мы уже вначале обозначили, мы ходим по экскурсии, мы читаем много книг на Москву, но спустя какое-то время проходишь и помнишь, что что-то читал про этот дом, но в голове очень мало что стерется. Это тех, как экскурсии, книжек, тех, тех, тех. Может быть, посоветуете как же запоминать информацию? Да, конечно, понятно, что с информацией такая тема, что надо ее постоянно использовать снова и снова для того, чтобы ее запомнить. Я сам, например, когда пытаюсь выучить такую информацию, не связанную, с которой каждый день не работаешь, например, всех люликовичей. Не получается, ты их сразу всех забываешь. Всех этих местных, Мстиславов, Ярославов. Поэтому я вам рекомендую только одно, наверное. Во-первых, очень здорово помогает вести не одно, даже несколько вещей посоветую, которые мне тоже помогли. Во-первых, очень здорово помогает писать свой блог. Потому что одно дело, когда что-то услышал, посмотрел, знаете же, это такая пирамида восприятия есть такая, хуже всего запомнил, когда услышал, лучше всего запомнил, когда сам сказал. И как проще всего сказать сам, сказать самому, если ты не лектор, не экскурсовод. Ну, у всех же есть Facebook, Instagram, ВКонтакте, надо написать. То есть там сфоткал, пишешь, вот, смотрите, сегодня у него такое классное здание, а Кастил построил архитектор такой, в таком-то году, у него такие люди интересные жили. И для меня это огромный ресурс, то, что я вот веду блог, потому что он заставляет тебя как бы вот сесть и подумать внимательно, прочесть, перепроверить. И через ручки, так сказать, недаром нас учителя заставляли еще и там сесть и записать это все, ну, даже через пальчики, через печать. Это как-то вот еще моторик добавляет, ты реально вспоминаешь гораздо лучше. Кроме того, к своим Instagram можно всегда вернуться, перечитать, это же приятно, на досуге. Ну, ладно, значит, еще раз все это запомнить. Вот, значит, это первое. А второе, конечно, мы экскурсоводы это запоминаем, потому что мы постоянно это проговариваем во время наших экскурсий, но каждый из нас может стать немножко экскурсоводом. Друзья приезжают из других городов, других стран, значит, там, с друзьями просто просто по городу погулять. Можно не просто идти там болтать, да, а обратить внимание на какие-то дома. Мне удавалось в это дело своих друзей посвятить, они прямо после моих таких прогулок становились на некоторое время прямо Instagram-блогерами начинают реально писать в себя в Instagram про все эти дома. То есть, наверное, эти два... То есть, способ один, надо как-то это через себя пропустить, пропускать несколько раз. Как это сделать? А, писать про это в соцсетях, Б, рассказывать про это тем людям, которые у вас есть в вашей аудитории. Не, ну, реально, на Патрики же постоянно добираемся, да, там, на Патрики, ну, кто куда, на Патрики, на Пятницкую, на Покровку. Но вот что стоит, вы, кстати, сейчас выброшлись с друзьями на Покровку, не просто сидеть там в баре, а после бара заглянуть вот к палатам купца Сверчкова в Потаповском переулке или к палатам Долгоруковых, значит, или вот с этим двориком с галереями. Это все прямо за этими же барами, в которые мы ходим. Там же на Пятницкой куча всего, там же на Патрика куча всего. В общем, везде. То есть, чуть-чуть просто как-то себя заставить, может быть, это сделать и вот показать это все людям. Кажется, это интересно будет. В подвалах нет, конечно. Почему, конечно? Вот интересно было. У них только упоминания есть? Да, ну, почему, конечно, потому что всегда очень сложно с территориями, которые, где не очень понятен собственник или где собственник СЖ. Потому что с ним сложно договариваться. Если есть компания, которая должна себя пиарить, неважно, какая государственная или частная, то с ними легко всегда договориться. А если есть СЖ, а подвалы, скорее всего, им принадлежат, то это как бы непонятно, кто это глава этого СЖ. Зачем им это надо? Для них, наоборот, лишний геморрой, потому что, не дай бог, ты сфоткаешь, им потом напишут жалобу, что в каком-то ужасном состоянии у вас это все находится. Поэтому вот с жилыми домами это всегда страшная беда. Сколько мы не пытались договариваться с жилыми домами, высотка на Котельнической набережной, дом на набережной знаменитой. Никогда не идут навстречу. Собственно, поэтому свинные склады, ну, правда, мы не пытались с ними договариваться, справедливо стирать, может быть, надо попробовать. Вроде же они намного больше, чем вот с жилыми домами. Да. Да, вот тогда там было проще попасть, когда это было все бесконтрольно. Там все было открыто. Да. Там ничего такого не осталось. Просто именно упоминаний много, да. Открытики их просто закрыли, в какой-то момент зачем-то. Раньше там были входы и через подъезды, то есть, ну, из подъезда в шлиф в подвал входы, через гаражи вот эти, через ворота, там заходить можно было с восьми сторон. Вот. Да, на все точки, кто не понял, тем более наши зрители, ведь идет о доме Варваринского акционерного общества, который находится на перекрестке, короче, у метро Котельгород, Солянки и Ивана Замелина. Действительно, под этим зданием, раз это система подвалов, но, я там не был, но я, как все-таки человек с большой практикой, рискну предположить, что никаких, никаких там секретных подземельей таинственных нет. Это просто, значит, цокольный этаж этого дома, который тупо, меркантильно был построен для сдачи под склады. Так делалось во всех доходных домах абсолютно того времени, ну, почти во всех, там, северное страховое общество, можно взять боярский двор, то есть, может быть, там какие-то были какие-то подземелья, но их, скорее всего, обрушили ради того, чтобы построить фундаменты этого дома, ну, такое мое предположение. Хотя, конечно, есть люди, которые исследовали, есть в Москве ряд дигеров, которые позиционируют себя достаточно легально, водят экскурсии и занимаются исследовательской деятельностью, делают выставки, например, Дэнил Давыдов, вот, у него тоже есть Инстаграм, можно найти, задать ему вопрос более обстоятельно. Ну, у меня есть во фронтах в Фейсбукке и в Инстаграме. Хорошо, у вас уже про таинственные штуки, может быть, про Метро 2, что-нибудь скажете? Ну, вы знаете, вы знаете, да, часто задают вопрос, потому что мы делаем целый цикл экскурсий по московскому метро и лекции тоже читаем, и я все время отвечаю одинаково. Я позиционирую себя как историка, хотя, конечно, я академической деятельностью не занимаюсь, но я стараюсь придерживаться методологии, которая характерна историка для науки. А что такое историка? Это человек, работающий с документами. Ну, конечно, есть так называемая устная история, но устная история должна, очевидно, подвергаться определенному скепчису перепроверки на основе документов. Я не видел никогда ни одного документа, который бы касался Метро 2, поэтому я не знаю, есть оно или его нет. Я слышал устные свидетельства про существование этого метро, но как бы в силу спекулятивности этого факта. Если бы я услышал устную историю, касающуюся того, что какая-нибудь мне старожилка рассказывает, что я в этом доме живу 50 лет, и у нас тут в годы войны бомбоубежище было. К этому я готов поверить. Но когда мне рассказывают устные свидетельства про Метро 2, скорее всего, блин, что-то думаю я. Поэтому я таких устные свидетельств обычно не верю, пока не увижу документы, документов я не видел. Законсервированные станции метро, когда Метро попадает в эту хирургу? Факт существования сконсервированных станций метро, он как бы не скрывается, он прекрасно известен. Понятно, что законсервированный был Спартак до недавнего времени, что еще не помню. На Калужской станция большая, которая должна была на Калужской. но там какая история, там же, по-моему, был депо, она была конечник. На Калужской станции сделали, да. То есть тут вполне очевидный фактор, это просто была тупиковая станция и одновременно выполняющая, то есть пристроенное депо, как например Измановское метро-депо, в котором тоже до сих пор этой станции нет, но интерьеры сохраняются. Так что нет, это все факты известные. Там есть как раз техническая площадка, в которой один работник старого метро как раз говорил, что эта техническая площадка работает именно на метро 2. Действительно, по-разному, в другую сторону. Не знаю. Это можно увидеть, да, но из обычного метро никто туда ничего не приводит, не убытит, а из вас, из тех площадок, которые нужно царить. Вообще, про документы... Да, без документов ничего не могу сказать, это все был наш досужий с вами разговор, может есть, может нет. Друзья, большое спасибо за живой интерес к этой теме, спасибо, что пришли с нами, праздник у нас продолжается, угощение, ждем туризма еще раз, спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok